В мире, где технологии стали неотъемлемой частью нашей жизни, с каждым днем появляется все больше изобретений, способных проникнуть в нашу голову. Ранее уже были слухи о том, что чипы поспособствуют зомбированию населения, но как скоро это наступит, все еще неизвестно. Тем не менее, попытки создания микросхемы были замечены у Илона Маска. Он объявил о начале набора добровольцев для клинических испытаний нейроимпланта. Прежде подобные исследования проводились на крысах, свиньях и обезьянах. Когда животные играли в видеоигры с помощью джойстика, устройство записывало информацию о работе нейронов. В связи с успешным проведением эксперимента, не так давно компания Neuralink сообщила об одобрении клинического испытания мозговых чипов на людях и уже сообщила о наборе персонала и участников исследования. Устройство закрепляется к черепной коробке и, соответственно, покрывается дальше обратно кожей. То есть полностью закрыто происходит операция, когда уже не торчит ничего снаружи, и это уже безопасно, потому что вы понимаете, что может быть какая-то угроза возникновения микробов, вирусов, возникновений снаружи, а таким образом закрыта черепная коробка и, соответственно, кожа защищает это все дело. Целью проекта является разработка системы интерфейса между человеческим мозгом и компьютером. В процессе эксперимента участникам будут устанавливать роботизированный имплантированный интерфейс. В первом клиническом испытании исследователи проверят безопасность импланта и хирургического робота, а также оценят функциональность устройства у людей с параличом для управления внешним устройствами силой мысли. К участию в испытаниях будут допущены пациенты с квадроплегией, параличом рук и ног. Доступ к имплантации на этом этапе получат только люди старше 22 лет со своим опекуном. Также обследуемые должны были проходить другую терапию не менее года, которая по окончанию лечения не привела к положительным результатам. Стоит отметить, что при успешном завершении эксперимента с установлением нейроимплантов, люди с ограниченными возможностями, такими как паралич или ампутации, снова смогут управлять своим телом. Технология также несет потенциал помочь при лечении различных неврологических заболеваний. В целом это небольшое устройство, которое содержит в себе небольшую микросхему, зарядное устройство беспроводное, то есть можно заряжать его с помощью зарядного устройства без прямого контакта, соответственно. Далее там находится сама батарея, ну и сами электроды. Электродов очень много, 1024, если я не ошибаюсь, которые уже непосредственно, грубо говоря, вшиваются в круглого мозга. Однако во всех новаторских проектах есть как плюсы, так и минусы. Во-первых, нейроимплант сможет восстанавливать или улучшать функции организма, которые были утрачены или повреждены, что может привести к существенному улучшению качества жизни для многих людей. Также в будущем это сможет расширить наши мозговые возможности, улучшить память, усилить концентрацию или даже создать интерфейс для прямого взаимодействия с компьютерной информацией. Проблема может только возникнуть во время операции. И либо при прохождении металлодетекторов, МРТ, соответственно, МРТ точно нельзя было проходить, иначе стрельнет аппарат из головы. Ну и, соответственно, физические нагрузки какие-либо тоже есть ограничения, чтобы случайно не сдвинуть аппарат, приборчик и не повредить его. Если компьютер может влиять на мозг, то есть возможность, что он будет взломан или неверно использован. Поэтому существует и риск хакерских атак или нарушений частной жизни. Несмотря на неопределенность, проект Илон Маск уже привлек большой интерес и поддержку от многих людей. Таким образом, нейроимплант – это путь к будущему, где люди с ограничениями смогут восстановить свои возможности, а население в общем сможет расширить свои способности. Кристина Отекина, Александр Кузнецов, Универньюз.